Пандемия, депрессия, алкоголизм. Что известно о смерти комика Шаляпина? Жена стендап-комика Александра Шаляпина назвала причину его смерти. В настоящее время на месте происшествия работают медики и правоохранительные органы. Актер и стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой в Москве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Актер Александр Шаляпин покончил с собой у себя дома, его тело обнаружило супруга и вызвало скорую помощь, сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время на месте происшествия находятся медики и правоохранительные органы. Директор артиста Мария Малякина сообщила, что Александр покончил с собой, находясь в состоянии депрессии. Жена подтвердила, он покончил жизнь с собой убийством, он находился в депрессии, мы с ним давно не общались, в последнее время он был в реабилитации, лечился, вышел в четверг, приехал домой, не справился. У нас были подтвержденные концерты на февраль, сказала собеседница. Шаляпин снялся в более чем в 50 картинах, в том числе «Бумер 2», «Карпов», «Женщины против мужчин» и других. Он был участником стендап-шоу на ТНТ. Сосед Шаляпин рассказал подробности той ночи, когда комик был обнаружен мертвым у себя в квартире. Он пояснил, что услышал громкий женский крик. Я подумал, что-то случилось, оделся и вышел в коридор, смотрю, стоит его супруга и то ли сосед, то ли друг. Я подошел и говорю, помощь нужна какая-то, что-то случилось, что-то произошло. Они говорят, нет-нет, помощь не нужна, по телефону уже вызывали полицейских. Они сказали, мы вызываем полицейских и спускаемся вниз ожидать. Они спустились вниз, а я вернулся в свою квартиру, вспомнил он. Мужчина также подтвердил, что Шаляпин выпивал. Он предположил, что пристрастие комика к алкоголю связано с его творческой деятельностью и стрессом из-за ситуации с коронавирусом. Пандемия многих артистов оставила без хлеба. Это же актеры, когда у них все хорошо, когда у них съемки, это одно настроение. Творческие люди переживают, когда их не приглашают сниматься. Может быть, из-за эпидемии коронавируса. Соседи говорят, что он часто переживал, что часто бывал в нетрезвом состоянии. Его даже кто-то носил, переносил куда-то. Сосед Александр Шаляпин. Смерть Шаляпина застала врасплох его коллегу Кирилла Сиэтлова. Он рассказал «Вечерней Москве», что когда только начал выступать со стендапом в столице, этот формат комедии продвигало не так много артистов. Нас было человек 10, кто этим занимался. И тогда я встретил человека, который тоже делал стендап в Москве. Он сказал мне, мол, вот ты классно выступаешь, а еще Витя Комаров и Саша Шаляпин, пояснил Сиэтлов. Он добавил, что Шаляпин занимался бутбоксом. Это увлечение помогало ему на комедийном поприще. Его знали как Сашу, который делал шаги на сцене, как будто бы по снегу идет, заключил Светлов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!